Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. У новых видов есть отдаленно родственные, но независимо развившиеся черты, оба роют землю острыми когтями. Они представляют собой первых, животных-копателей, обнаруженных в этой экосистеме. Существует множество гипотез о том, почему животные роются в земле и живут под ее поверхностью, объясняет ведущий автор исследования Джин Мэн. Куратор отдела палеонтологии Американского музея естественной истории, для защиты от хищников, для поддержания относительно постоянной температуры тела или для поиска источников пищи, таких как насекомые и корни растений, ископаемые виды млекопитающих аморф, предшественников млекопитающих, были обнаружены в Биотидзе Холл, представляющей раннемеловую эпоху, примерно от 145 до 100 миллионов лет назад. Один из них относится к семейству третилодонтовых, похожих на млекопитающих. Он получил название фасиоманус синензис, его размер составляет около 30 сантиметров восточной долготыину, другой, джуйконодон-чени, эвтриконодонт, дальний родственник современных плацентарных млекопитающих и сумчатых. Его размер составляет около 20 сантиметров восточной долготыину, у роющих млекопитающих есть отличительные черты. Некоторые из них исследователи обнаружили и у новых видов, более короткие конечности, сильные передние лапы и короткий хвост, как у фасиоманус, так и у джуйконодон, у животных есть еще одна особенность, а именно необычно удлиненный позвоночник. Обычно у млекопитающих 26 позвонков от шеи до бедра. Однако у фасиоманус было 38 позвонков, на 12 позвонков больше, в то время как у джуйконодон было 28. Возможно, такой длинный позвоночник появился в результате генных мутаций. Именно они определяют количество и форму позвонков у эмбриона животных. Кстати, различия в количестве позвонков можно найти и у современных млекопитающих, в том числе у слонов, ламантинов и доманов, напомним, биотатзехол включает все живые организмы, экосистему, северо-восточного Китая между 133 и 120 миллионами лет назад. Это экосистема нижнего мела, оставившая окаменелости в формациях осяний дзюфатан. Эти отложения состоят из слоев тефры и меловых отложений. В экосистеме нижнего мела преобладали водно-болотные угодья и многочисленные озера, а не реки, дельты или морские ареалы. Осадки были сезонными, с полузасушливыми и мизическими условиями. Климат был умеренным. Экосистема периодически нарушалась из-за извержений пепла из вулканов на западе. Слово «дзихол» — это историческая транскрипция бывшей провинции Рихе в Китае, читать далее создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, ученые объяснили появление пауков, на поверхности морсоисследователи впервые погрузились к самому глубоколежащему утонувшему кораблю. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.